Зеленый – это такой газон, и там будут все эти малые стоять, красивые. Разрабатывая проект благоустройства территории седьмой школы, все ориентировались на микро-ион в целом. Для его жителей она должна стать центром общественной жизни. Здесь будет сцена, спортивная площадка, сад, литературные и музыкальные скамейки. А пока здесь начали приводить в порядок внутреннее пространство. Специалисты модернизируют систему оповещения. Расширив фестибюль, строители начали укладывать плитку. Ремонт первого этажа, а именно полностью рекреации, где гардероб, мы меняем стены, пол, облагораживаем, частично мы ремонтируем столовую. Ну и в ближайшем будущем у нас будет ремонт еще второго спортивного зала. 170 малышей пополнят школьную семью. Много интересного их ждет здесь. Ну, например, девчонки и мальчишки будут заниматься самбо. Национальный вид спорта в седьмой школе развивает четвертый год. Самбо вводится в школьную программу для всех начальных классов. То есть это больше 600 человек будет заниматься. Коллектив гимназии имени Николая Лицмана в 35-й раз готовится встречать детвору. Усердно обновляют альмаматор. Строительные работы выполнены на 97%. Текущий ремонт продолжается в шести школах Тобольска. В гимназии имени Лицмана строители вышли на финишную прямую. Здесь отремонтировали пол, красят стены и уже обновили актовый зал. Благоухает цветочными ароматами гимназический двор. Здесь для каждого есть уголок по душе. Радуют японский садик и сад камней и роскошные цветочные поляны. Это плод совместного труда детей. Детей, учителей, родителей. Со следующей недели выходят учителя. И чтобы вы думали, они начинают делать, готовятся репетировать учительские спектакли. Потому что в этом году же еще год педагога и наставника. В сентябре в Тобольске сядут за школьные парты 17 928 табаляков. Из них 1950 первоклассников. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.